Всем привет, с вами Герц Никита и сегодня я продолжаю проходить группу названием Call of Duty Black Ops 2 Итак, в прошлой серии, как вы помните, мы выкрыли Целлерий И, ребят, давайте на этом видео наберем 20 лайков и я пойду снимать следующую серию Сегодня мы будем проходить миссию в прошлом, в Афганистане, в 1986 году За Алекса Мэйсона, всеми любимого И, ребят, погнали тогда уж Хотел еще раз сказать, давайте наберем 20 лайков в привычке Мыслит Салазар, тебе же его легенды известны, как никому другому За что, за что он так сильно нас ненавидит? Тут примера Верафрия Он с детства наблюдал, как Контра снасилует и истребляет его народ Потом, в 72-м, было сильнейшее землетрясение Его семья потеряла все Год спустя, единственный дорогой ему человек, его сестра Жозефина Сильно пострадала при пожаре Рауль с отцом начали все заново Продавали наркотики ради быстрой наживы Они обрели богатство и могущество, стали легендой Монагуа Картель Менендеса стал практически неприкасаемым ЦРУ по приказу правительства США ликвидировало отца Рауля Ага, и он возненавидел Америку и начал поставлять оружие в Афганистан, попутно собирая личную армию И ЦРУ устроило охоту на него в Кабуле Этот снимок на ВУЦ показывал, помнишь? Видишь этого красавца? Это я А этот Страшила — твой папаша После Вьетнама он стал очень опасным Старые раны, провинция Хвост, Афганистан, Алекс Мэйсон Ну да, ЦРУ, 1986 год Узнать о связях Менендеса с советами Представление начинается, Мэйсон Что ты видел, Уотсон? Песок, песок, один грёбаный песок Связной Хадсона уже идёт Думаешь, китайцам можно доверять? Здесь можно Они поддерживали моджахедов так же, как и мы Они понимают, если в Афганистане победит Россия, Китай будет следующим Русских никто не любит, да? Ты же меня знаешь Новые пидоры Советую тебе не высовываться Спокойно, Джао Оружие мы доставили Теперь о твоих обязательствах Я отведу вас к лидеру Мацахеда Он поможет вам разыскать Рауля Менендеса Рауля Менендеса Сейчас паспорта у нас отберут, блядь, и в рабство отдадут Я знаю таких, блядь, как в Турции Мэйсон, это Хадсон Вы встретились с Джао Как раз направляемся в лагерь моджахедов Думаю, не стоит напоминать, что о нашем присутствии никто не должен узнать Если Россия узнает о нашем вмешательстве в Афганистане, будут серьезные последствия Я надеюсь, тут проблем не будет Побежали, побежали Скакали, точнее Ну че, Маджахеда Поможете нам убить Менендеса Старшего Ну старшего-то мы убили Еще тогда в миссии в джунглях Я точно помню Может, у них целое семейство Менендесов Несколько Поколений Да, скорее всего, так и есть Как у Трампов, например У Кеннеди и так далее У Рокфеллеров Если русские и правда планируют атаку, помощь вам явно не помешает Мы наняли пару специалистов в качестве советников А вот и они Рахман, это Вудс и Мейсон Мои лучшие люди Нам нужно оружие, а не солдаты Так сойдет Давайте-ка уточним Мы отражаем атаку русских Вы сообщаете нам все, что знаете о Менендесе Наша база здесь При любой атаке враг сможет попасть в долину только через узкие ущелья Это я знаю Наши люди защищают эти горы Оружие даст им преимущество Ковенный план Речь, между прочим, идет о русской армии Они возьмут вас грубой силой У них будет численное преимущество И бронетехника К этому ваши люди готовы У них нет опыта обращения с нашим оружием А у нас есть наше место на линии фронта Русские приступили к штурму Ты веришь в свой план, американец? Это не просто вера, чал Приступим О, злые русские, злые русские Что творят? Ёлы-палы Они штурмуют наш собак Ё-моё О боже О боже, это же русские Боже мой Какие они крутые Ну ладно, ладно Хватит Просто не забавляет, ребята На самом деле А это сложнее, чем вы думали Верховский сбрасывает Прямо в лагере Ооо Скорее Скорее Ух, злые русские Злые русские Что ж ты будешь делать? Да, как много тут злых русских Ох, злые русские Засел где-то здесь Ну все, все, хватит Троллить Муджахедом Зао, бус, ревукс Чё-то калаш какой-то Более точный стал На самом деле Или мне кажется Ооо Ты чё злой русский? Блядь Задели Сука Злые русские Слишком просто сдаться Задели Задели Крышка Охрененно Молодец Мэйсон С пехотой Масахеды разберутся Задели Мэйсон Установи подрывной заряд В проходе Нужно, чтобы ни одна Сраная машина Сюда больше не прошла Задели Сейчас то злые русские Повсюду Чё-то от меня хочешь Ох, злые русские Не дремлят, а Злые русские Вот так вот Получайте Злые русские Вот такие вот Бомбочки Вы для вас Приготовили Так, куда ещё? А, вон Туда подальше Пошли Задели Охрен Мэйсон Задели Задели Проход Здесь техника Точно не пройдёт Лутс Мэйсон Они бросили на вас Все свои силы Враги По всей долине Маджахеды доложили Что с севера идут Вражеские танки Повсюду Все Что с неровная Север Разгоним Грай Вчера Север Эго 78 Повсюду На Повсюду А я-то свои же убивать, ну да ладно. Нью-с-2 вертолета. Офигеть, у нас лошади, у них танки. Как мы выжили, мне интересно. Блядь, сам себя стреляю. Русские захватились над боеприпасами поджахедов на Востоке. На Восток, отправимся. Отбить склад оружия нам понадобится сейчас. Надо скакать быстрее. А то злее русские захватят склад с боеприпасами. Я не знаю, я просто не могу перестать троллить их. Меня это забавляет. На базу маджахедов. Не легче на машине поехать. Почему надо обязательно на лошади скабалять? Зря я выбежал. Пиздос. Почему нельзя на машине ехать? Почему надо гадать? Злее русские продолжают натиск. Я не могу выбраться. Понимаете? Пизда. Че за нахер? Там с вертушкой, что ли, стреляют? Вертолеты злых русских не дают мне протиснуться. Все, слава богу. А то у меня не обозначают эти точки. Потому что мне их надо уничтожить, эти вертолеты. Почему-то. Опять, что ли? Еще один вертолет. Ладно, побежали. Вон еще боеприпасы вроде. Че, все, отбили натиск злых русских. Ну, слава богу. Твой старик был крутым сукиным сыном. Это уж точно. Крафтинка практически дыру ему в башке просверлил, напичкал ее этими долбанными цифрами, но он вышел. Сам-то Мейсон говорил, что больше не видел этих цифр, но не знаю. Я в этом не уверен. Черт. Мейсон, тебе стоит на это взглянуть. Это еще не конец. Ух ты, вот это еще, че за танк. Охренеть. С двумя дулами. Не удержитесь, злые русские. У вас есть танки, а у нас есть пони, да? Это самоубийство. На, нахрен. Вы не успели уйти. Отлично. Ну давай уже, блядь, по второму разу, не хочу смотреть. Я понял вас. Русские хотят в последний раз показать грубую силу. Покажем же им отвагу. Вы со мной? И. Покажем же им. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, Стингер, стреляй. Ну, закидывай. Блядь. Вот тебе башмак злого русского. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять цифра. Какого хера? Твою мать, это Крафтинка. Кусок говна. Конечно, он замешан. Крафтинка должен уберить. А мы же его убили вроде. Раз, я кое-что подмечал в его взгляде. Он вдруг начинал шарить вокруг глазами, а потом... Ни с того ни с сего говорил по-русски. Вот ведь ты и знал. Хитрожопый Виктор. Вудс, может, допрос лучше мне провести? А может, ты пойдешь нахер? У меня с этой мразью неоконченный разговор. Я бросил тебя подыхать во Вьетнаме, сержант Вудс. Ты должен быть мертв. А я-то и не в курсе. Мой друг Рахман сказал, ты ведешь дела с неким сальвадорцем по имени Рауль Менендес. И что ты для него делаешь? В пути в жопу. Ты веришь в возмездие? Это территория маджахедов, детка. Тебя закопают по шею, завернут тебе веки, и его кашарят в пустыне. Я могу убить тебя быстро. Рассказывай Менендесе. Я продаю ему оружие. Как-то не по-советски ты поступаешь, брат. Ты не убивай ты его. Менендесе, подыхай. Теперь все решают деньги. Куда идет это оружие? Куба. Ангола. Страны третьего мира. Зачем? Менендес хочет увидеть мир в огне. Ну, этому не бывать. Он гораздо могущественнее, чем ты думаешь. У него даже в ЦРУ есть свои люди. Ферня. Он на мозги трахает. Да что это было? Чуррахов! Какого хера? Менендес сказал, ты должен страдать. Ах ты, твой личный мразь. Мы воевали с русскими на вашей стороне. Нет, это вы были и всегда будете нашим истинным врагом. Вот так вот, блядь, предателя. Ну, сейчас мы, как обычно, выберемся. Ну, и как обычно, мы выберемся, да? Здесь мы выберемся, действительно. Вот, блядь, чурки. Доверяем после этого. Я говорю, блядь, вот у них в крови это наебать, обмануть, блядь. Ну, вот, мы в пустыне, заживо похоронены. И как ты думаешь, кого увидит там твой отец? Хитрый Виктор. Шулер. А, ты совсем как твой старик. Нет, это был не он. Близнов. Брось, если бы это был он, тебе не кажется, что он бы на чуток задержался? Хоть бы объяснил, что творится. Ну, а кто это был тогда? В зыбучие пески. База Спектр 2025. Все, ребят, давайте на этом пока закончимся. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok